Те, кто давно следит за каналом, помнят, как мы делали подборки из десяти лучших фильмов и сериалов по одному актёру. Тогда речь шла о Станиславе Бондаренко, Иване Житкове и Павле Прилучном. Видео по просмотрам до сих пор держатся в лидерах на канале, но их качество и озвучка оставляют желать лучшего. С тех пор много чего изменилось, вы часто просили сделать похожие видео с другими актёрами, а мы как-то подзабросили эту рубрику, и вот снова решили её возродить. Посмотрим, насколько сейчас вам будет это интересно, и если видео хорошо зайдёт, постараемся делать такую подборку с другими актёрами регулярно. Итак, в этом обзоре речь пойдёт о десяти лучших работах в кино и телесериалах Романа Курцина. Но для начала, коротко немного биографии актёра. Роман Курцин, российский актёр театра, кино и каскадёр, родился 14 марта 1985 года в Костроме. В 2017 году окончил Ярославский государственный театральный институт, в кино дебютировал в 2008 году и сразу исполнил главную роль в драматическом сериале «Чемпион». Но широкую известность актёру принесла роль Константина Орлова в криминальном многосерийном проекте «Меч». После выхода этого сериала Роману посыпались предложения поучаствовать в съёмках в различных картинах. Так, в период с 2010 по 2015 год актёр снялся более чем в 30 проектах для телевидения и большого кино. Среди самых известных и популярных в этот период такие сериалы, как «Выйти замуж за миллионера», «Пока цветёт папоротник», «Дорная кровь». В этом году Роман Курцын появится в новых работах как на большом экране, так и в телевизионных сериалах. На сегодняшний день фильмография актёра насчитывает участие более чем в 60 телевизионных сериалах и съёмках в большом кино. О лучших работах Романа Курцына по версии зрителей и моих личных оценок был составлен топ-10. Постоянно отсматривая десятки сериалов в месяц, следя за всеми новинками, чтобы вовремя вам на них рассказать и составить по итогам подборки лучших проектов, а также рассказывая о том, какие даже не стоит начинать смотреть, я делаю перерывы и отвлекаюсь от мира сериалов на что-то не менее увлекательное. А что может затянуть и увлечь вас ещё больше, чем кино? Конечно же, онлайн-игры. Друзья, мне посоветовали отличную пошаговую коллекционную ролевую игру в духе тёмного фэнтези Raid Shadow Legends. Я для себя открыл её этим летом и теперь частенько в ней зависаю, пока не закончится заряд на телефоне. А с недавних пор играть в Raid можно и на ПК. Как и мобильная версия, игра абсолютно бесплатная. Начать играть в Raid очень просто, ведь вы всегда можете найти полезную информацию как на тематических форумах, так и в тысячах видео на Ютубе. Игру обсуждают более 100 тысяч участников в Дискорд и уже почти 40 тысяч участников собралось на Reddit. Каждый день в игру играют более 1 миллиона человек, а недавно Raid выпустил огромное обновление, в котором были перенастроены и пересбалансированы более 20 разных чемпионов, чтобы сделать битвы на арене ещё более увлекательными. А если и этого недостаточно, то новая локация Кузница только что была выпущена, так что теперь вы можете сэкономить время и сразу же начать создавать высококачественные артефакты. Друзья, поддержите мой канал, качайте Raid Shadow Legends по моей ссылке в описании, и в качестве нового игрока вы получите ключ клонового босса, запас энергии, ускоренный буст прокачки, 5 загадочных осколков, 50 рубинов, 50 тысяч серебряных монет, а также крутого чемпиона Палача. И поторопитесь, бонусы будут действовать только следующие 30 дней. На 10 месте рейтинга расположилась романтическая комедия Кирилла Плетнёва «Семь ужинов» 2019 года, в которой Роман исполнил главную роль, также в фильме снялась Полина Максимова. В картине они сыграли супружескую пару, где Роман исполняет роль не очень выдающегося преподавателя психологии, а Полина – очень востребовательного переводчика. По сюжету комедии, после 5 лет совместной жизни отношения супругов разваливаются, детей нет, любовь остыла, общих интересов практически не осталось. Когда жена просит развод, главный герой вдруг осознаёт, что не готов отпустить близкого человека и уговаривает жену протестировать будто бы разработанную им научную методику восстановления отношений. Называется она «Семь ужинов». И если после участия в этом эксперименте девушка не изменит решение, он даст ей развод. Неплохая комедия, посмотрев которую можно хорошо провести время со своей второй половинкой. Девятое место нашего рейтинга занимает лёгкий комедийный сериал от телеканала СТС «Девяностые весело и громко», который вышел в 2019 году. В сериале Роман Курцин исполняет одну из главных ролей. Вместе с Астасией Милославской, Егором Трухиным, Филиппом Гершовым и Дмитрием Никулиным они создают свою рок-группу в переломные для страны девяностые годы. На пути к славе будущих звезд ждёт немало испытаний, преодолеть которые они смогут только сообща. Сериал комедийный с драматическим уклоном нисколько не претендует на историческую достоверность, но все, кто помнит те тяжёлые времена девяностых, возможно узнают в героях себя. А для молодого поколения будет интересно посмотреть на времена малиновых пиджаков, новейшие для тех времён гаджетов в виде пейджеров и тетрисов. На восьмом месте рейтинга обосновалась криминальная мелодрама 2013 года «Дурная кровь», тройку главных героев в сериале исполняют конечно же Роман Курцин, а также Мария Казакова и Павел Прилучный. Сюжет сериала повествует о девушке Маше, которая живёт в небольшом провинциальном городке. Она любимица всех и кажется, что в её жизни никогда не было и не будет проблем. Но Маша приезжает в Москву и попадает в историю, которая переворачивает её жизнь с ног на голову. Девушку жестоко насилует сын богатого владельца завода. Машу с трудом спасут после этого случая, но самое интересное впереди. Героиня узнаёт, что ждёт ребёнка от насильника, а позже и то, что ребёнок стал единственным наследником индустриальной империи своего деда и мишенью для охотников за наследством. Интересный закрученный сюжет и отлично подобраны главные герои, любителям жанра смотреть однозначно. Одну из главных ролей в комедийном сериале «Фитнес» от телеканала «Супер» исполняет роман уже на протяжении четырёх сезонов. Сериал разместился на седьмом месте нашего топа. Актёр играет в сериале фитнес-тренера-качка, в которого влюбляется главная героиня Ася. Она приходит в фитнес-центр, где работает герой Курсена, чтобы сбросить лишний вес, но понимает, что такие услуги ей не по карману. И чтобы как-то решить эту проблему, она устраивается сюда на работу. Первый сезон комедийного сериала вышел в 2018 году. Сейчас идёт показ четвёртого сезона, и уже известно, что сериал получил продолжение, которое мы увидим в начале 2021 года. На шестом месте в рейтинге обосновался четырёхсерийный мини-сериал из двух частей «Как выйти замуж за миллионера», в котором помимо романа главные роли исполнили ещё Александра Тюфтей и Павел Прилучный. Героиня фильма Женя – решительная и бескомпромиссная личность, мечтающая заниматься серьёзной журналистикой и доносить до читателей сокровенную правду жизни. Однако пока что ей приходится подрабатывать в сомнительном жёлтом издании и сочинять скандальные небылицы о жизни звёзд. Однажды из-под её едкого пера выходит статья «Как выйти замуж за миллионера», в которой она крепко задевает известного столичного предпринимателя и его подругу. Попавшей под горячую руку Жене приходится заключить пари с оскорблённым олигархом. В течение месяца она должна доказать, что действительно разбирается в материале и добиться того, чтобы какой-нибудь миллионер сделал ей предложение. Пожалуй, один из самых моих любимых сериалов последних лет, в котором Роман исполнил одну из главных ролей, расположился на пятой строчке нашего топа. Это 16-серийная криминальная драма «Жёлтый глаз тигра», в которой также приняли участие Карина Андаленко, Максим Костромыкин и снова Павел Прилучный. По сюжету четверо лучших друзей оканчивают школу и строят планы на будущее, в котором собираются заниматься добычей и продажей янтаря. Однако со временем молодые мечтатели превращаются в волчных преступников, для которых кражи и убийства становятся обычным делом. И лишь одному из них удается остаться порядочным человеком и противостоять своим школьным товарищам. Очень достойный сериал, который лично я смотрел каждую серию с невероятным интересом и всем советую. Конечно же не мог я не включить в эту подборку один из самых рейтинговых сериалов последних лет телеканала НТВ о спасателях МЧС. Сериал «Пять минут тишины» занимает четвертое место в нашей подборке. Это приключенческий остросюжетный детектив с драматическим уклоном, в центре сюжета которого бойцы поисково-спасательного отряда МЧС Карелия – опытные МЧСники, работающие в экстремальных условиях. В их отдел приходит молодой специалист Александр Грек, выпускник Академии МЧС, до последнего надеявшийся попасть на стажировку в московский штаб, но по распределению прибыл в Карелию. Вместе с его новой командой он отправляется на свое первое задание, которое обернется катастрофой. На сегодняшний день сериал имеет уже два полных сезона, а количество серий насчитывает более трех десятков. А совсем скоро телеканал НТВ покажет и третий сезон из 12 серий, который уже полностью отснят и ждет своего эфира. Вот мы и подобрались к тройке лидеров. А на третьем месте находятся сразу два фильма, но которые имеют общий сюжет. Это фэнтезийные приключенческие сериалы «Пока цветет папоротник» и «Многострадальный беловодья. Тайна затерянной страны». Оба сериала включают в себя большой актерский состав известных личностей, таких как Александр Петров, Татьяна Орлова, Павел Крайнов и многих других. Роман Курцин также исполнил одну из главных ролей в обеих фильмах. И если первый сериал «Пока цветет папоротник» вышел в далеком 2012 году и после выхода в эфир всех серий получил продолжение на новый сезон, к съемкам которого приступили почти сразу, то вот самого показа нам пришлось ждать более семи лет. Сериал «Беловодья. Тайна затерянной страны» является прямым продолжением, в котором герой Петрова, журналист газеты «Секретная правда», нашел магический амулет, изменивший его жизнь, и вместе с друзьями отыскал и сорвал таинственный цветок папоротника, открывающий в человеке необычные способности. Необычный и закрученный сюжет будет интересен в первую очередь любителям фантастического жанра. Второе место в нашей подборке занимает отличная психологическая драма 2013 года – одноименная экранизация повести Андрея Геласимова «Жажда». Помимо Курцина в картине также снялись Михаил Грубов, Сергей Ловыгин, Светлана Марцинкевич и другие. История картины расскажет о том, как жизнь главного героя Кости разделилась на две – до Чечни и после. Ветеран первой чеченской кампании получил серьезный ожог лица и стойкую обиду на жизнь. Сузив круг общения, в котором не оказалось места даже родителям, Костя полностью отгородился от внешнего мира. Исчезновение его боевого друга становится стимулом вернуться к жизни. Вместе с друзьями он бросился на поиски пропавшего товарища, выяснит отношения с отцом, который оставил его еще в детстве, и, наконец, поймет, что все еще нужен этому миру. Отличное кино придется по душе, возможно, не каждому, но после просмотра заставляет о многом задуматься. И, наконец, первое место, конечно же, я отвел под криминально-детективный сериал «Меч», который, можно сказать, и принес роману известность и большие роли в кино в дальнейшем. И хоть вышел сериал в далеком 2009 году, но до сих пор остается во многом образцом успешного сочетания сценария, режиссерской работы и игры главных героев. Спустя пять лет вышел сиквел «Меч 2», на котором история логически завершилась, но мы все же надеялись на продолжение. Прошло уже более 5 лет с момента выхода последней серии второго сезона, и за это время стало ясно, что никакого продолжения сериала не планируется. А жаль, ведь действительно хороших сериалов в наше время выпускают не так и много. В этом году на большие экраны выйдет сразу четыре фильма с участием Романа Курцына. Среди них две комедии – вторая часть «Гуляй, Вася» с любовью Аксеновой и фэнтезийная комедия «Большущая охота». Еще будет драматический фильм «Катастрофа. Огонь» о героических подвигах пожарных и спасателей, а также спортивная драма «Одиннадцать молчаливых мужчин» о команде московского «Динамо» 1945 года. Дата выхода всех этих фильмов предварительно назначена на конец 2020, и если ввиду непредвиденных обстоятельств, фильмы снова не перенесут. Такая у меня получилась подборка десяти лучших работ актера Романа Курцына. Надеюсь, вам понравилось. Обязательно оцените видео нажатием на палец вверх или вниз, и напишите в комментариях, с кем из актеров вы бы хотели, чтобы я сделал следующую подборку десяти лучших работ в кино или сериалах. Подписывайтесь на YouTube-канал, на наш Telegram-канал и на паблик ВКонтакте. Смотрите хорошее кино и до скорых встреч!